дубль 2 здорово youtube сами джон он же офигеваю от новостей последних 312 сегодня в этом ролике мы посмотрим на ролик касаемо day one рейда который нас выйдет уже в субботу в 9 вечера по москве ну и процессе есть у меня там vpn нормально заработает мы раз мы посмотрим что у нас там в твиттере банджи понаписали еще вот ну и да после вашего лайка конец комментария подписки на канал прожать и колокольчик для не пропускания уведомления свечи видосах мы собственно и начнем также хочется подарить алекса джорова который подписался на тень у меня на канале на 2 2 месяца подряд и арак хая который подписался на джон спасибо большое ребят итак погнали так ну смотрим до истине 2 королева ведьма рейд клятва послушника гонка первых в мире пришло время новых легенд но путь к победе будет тяжелым готов готов попороться за звание первых мире в рейде клятва послушника гонка стартует 5 марта в 21.00 по москве но это будет суббота в общем как-то так ладно пошли смотреть что они там на нам закинули гонка название первых в мире вот вот начнется гонка прикольненько победит лишь одна команда придет время новых легенд а многие стражи погибнут вайпнется точнее станет первым в мире ну естественно в самом ролике они показали только начало рейда естественно весь рейд нам никто показывать не будет нам показывали реакции со всех предыдущих со всех предыдущих рейдов в общем как-то так ладно я думаю особого смысла английскую версию там смотреть нету потому что у нас эта версия была на английском и с субтитрами поэтому можем к разбору других новостей перейти потому что у нас сейчас все равно профилактика где-то час продлится в общем как-то так ну что ну что могу сказать прикольно накидали там реакции различных стримеров посмотрим как у нас в этот раз рейд пройдет надеюсь то что нам еще что-нибудь не отключат в процессе ладно пойдем сейчас смотреть что у нас там еще есть у нас по новостям накатило твап у нас скорее всего будет сегодня где-то между восьми вечера и десятью вечера по москве я надеюсь потому что банджи там вчера на благотворительном стриме нас собирала на ранний твап и сказали то что он выйдет типа где-то автор автор ну как-то так ну короче на полудни у них там по их времени в общем ожидаем но пока что да пока у нас все равно профилактика пройдемся по новостям которые мы могли пропустить сейчас сейчас этому делу вернусь так ну ладно пока у нас тут профилактика займемся слоном в комнате а именно большим полотном директора игры джо блэкберна который им разразился пару дней назад но возможности с ним у нас ознакомиться со стриме не было поэтому занимаемся этим сейчас команда играет очень много в королеву ведьму мы хотели бы предоставить вам несколько апдейтов по каждой из реакций во первых мы не очень рады тому насколько непредсказуемо надо насколько непредсказуемо надо действие совершить чтобы зависишь чтобы завершить репорт мы мониторим ситуацию чтобы разблокировать и проапгрейдить скрафченные пушки но типа то насколько часто падают вот эти вот пушки чтобы разблокировать это следующей части квеста в источнике немножко их напрягает по и поэтому они решат они немножко увеличат этот дроп рейд надеюсь с патчем который у нас выйдет сегодня 8 вечера в патче который да вот у нас таргетируется на следующей неделе мы будем увеличивать дроп рейд для пушек в источнике и добавим их таскать защиту от плохой удачи чтобы у людей было больше шансов достать вот резонансную версию своей пушки то есть это даже не на этой неделе будет ну типа это пост от первого марта блин облом тогда получается сегодня не от этого почему не увидим ладно чувствуете себя свободным в том чтобы играть в источник сегодня на этой неделе но и будьте тем кто скрафтит эти пушки но знаете то что на следующей неделе будет немножко проще продвинуться в плане прогресса здесь далее что касается дропа материалов для прокачки пушки ну они находятся немного не там где бы мы хотели чтобы они были так что в этот четверг мы собираемся выкатить несколько фиксов для асценданта лоев чтобы они были более предсказуемым в плане дропа в высокоуровневых активностях то есть это у нас уже будет сегодня ну материала для акача будет проще доставать с этим патчем который таргетируется в этот четверг у нас будут больше шансов на то чтобы получить асценданта лои не только в не только на сложных активностях но и также во всяких там платиновых золотых и серебряных завершениях но на уровне типа если вы там не всех воителей убьете и так далее это будет означать более высокие шансы получения там всех этих материалов за золото и за платину но мы также продолжим ну банжер смысле продолжить мониторить дропрейты по мере прогресса сезона так читаем дальше и последнее мы мониторим геймплейные элементы песочницы к ну по мере продвижения до горгонки первых в мире на собственно на рейде который выйдет у нас в эту субботу и мы следим за взаимодействиями которые касаются там всяких синтоцепсов и глеф которые также могут сапрессить подавлять противников и их интеракция может быть немножко проблематичной ожидайте больше информации в тлабе который выйдет у нас сегодня по поводу того чтобы ну по поводу тех действий которые банджи припримет для того чтобы сделать гонку за первое место мире немножко честнее по их мнению и в целом банджи рада тем что ну тому что королева ведьма запустилась более-менее стабильно ну по крайней мере меня в игру пустила через час но могло пустить через шесть часов как это было в загранью света спасибо ладно надеюсь с багами с фпсами и разберетесь тоже до банджи ожидаем и теперь они ну смотрят на такие вещи как пустота 3.0 оружейный крафт и то как это отражается в целом на игре ну короче да опять говорит про сезон про рейд про оставшуюся часть сезона ну в общем мир дружба жвачка идем дальше так сейчас быстренько пройдемся по банджи хелпу ну с того что у нас было со времен запуска игры мы исследуем ошибки с pc оптимизации из из-за которых там на некоторых графических картах игра крашится игроки которые сталкиваются с этой ошибки должны полностью выйти со всех этих приложений чтобы у них была возможность зайти в игру про седьмую винду там банджи вроде тоже что-то писали то что они типа разбираются но если есть возможность мне кажется лучше уже перейти на десятый им пора уже без поддержки седьмую винду убрать ну то есть она до сих пор есть в этом в описании приложение из-за этого на это многие опираются типа то что у них при запуске черный экран возникает но работают как я понял дальше банджи следует проблему при которой некоторых игроков на playstation может закрашиваться игра когда он не включен hdr я кстати помню когда вот мы играли с братью ней там с дима и ликсом да у него там тоже при включении hdr было какое-то непонятное пятно на экране так дальше у них тут вода вода вот что касается повторяемых контрактов в шлеме есть такая проблема не берите их они занимают они добавляют невидимые слоты и вам в инвентарь из-за этого меньше места становится для для братья взятия новых контрактов поэтому будьте бдительны не берите в тремя контракты на шлеме дальше что у нас тут идет но здесь по поводу брони 1520 у и коры так обновление по поводу повторяемых контрактов мы просто начали фронологическом порядке с 22 числа банжи поправили эту тему 26 то есть можно теперь спокойно брать повторяемые контракты они больше не не становятся невидимыми в вашем инвентаре дальше смотрим что они тут еще написали так но по поводу 30 ранга и фарма сундуков я думаю все уже слышали да то что банжи там отрезали выпадение материала после его достижения нас дальше идет то что они там все операции эти понизили уровень сложности 15 до 14 0 это понятно экзотическое украшение доступно для мертвого посланника появляется в игре раньше чем планировалось да вот игроки тоже вот очень насущная тема игроки у которых 2000 вот этих пассионических материалов находится в инвентаре они не могут выполнять нормально квест и эльбруса поэтому надо их либо удалять либо открывать сундуки чтобы но в все этих операциях чтобы было проще продвигаться по миссии про эту тему многие не знают потому что еще вчера у меня народ спрашивал так дальше следующая новость мы следуем ошибку при которой ветеранские игроки могли некорректно получать квесты на ну на подклассы который и которые нельзя удалить ничего себе мы также решили ошибку которая не мешала и титанам и охотникам получать квесты на то чтобы разблокировать электрические или солнечные подклассы те игроки которые не смогли до этого получить ну получают и когда возвращаются на орбиту так дальше что у нас мы исследуем ошибку при которой пистолет-пулемет остео стрига точнее катализатор не немножко дороже стоило чем это планировалось игроки которые пытаются трансформировать остригу должны снова забрать катализатор процессе и перекал перекачки помнится меня даже кто-то там посел видос на эту тему так из-за ошибки банджи выключили перк улучшенный датчик пульса пушки которые используют этот перк будут функционировать как обычная пушка с датчиком пульса пока не это не поправят дальше из-за ошибки которые заставляют несколько экзотов осуществлять больше урона чем планировалось банджи решили выключить улучшенный перк двойной удар пушки которые утилизируют этот этот перк будет функционировать как обычные дробовики с двойным ударом прежде чем они будут включены 10 марта снова решили дайван рейд таким образом не портить чтобы быть по этой теме четкими команда решила проверить как это все дело будет стакаться с другими экзотическими перками но чтобы народ этот тем не обузил как-то так так далее команда смотрит на фидбэк касаемо гамбита то есть по поводу тяжелого вооружения по поводу использования пушек привет галахорн скорее всего команда смотрит на то насколько часто народ инвейдит ну вторгается чё серьезно народ до сих пор когда у них у всей команды есть галахорны которыми они тебя встречают которыми они тебя встречают там полетами тебе в лицо они еще до сих пор жалуются на количество инвейдов команда смотрит на фазы первобытника на его здоровье и на то как он хилится ну восстанавливать себе здоровье собственно дальше как многие из вас знают есть еще куча мощных наград которые падают со склепа углубого камня не ожидалось что так будет и это будет поправлено после того как закончится гонка за первое место в мире вы можете использовать этот источник для того чтобы добывать дополнительно мощные награды как то так ну я думаю все уже воспользовались кому надо было но если вдруг такие есть кому еще надо то залетайте ну и далее у нас тут касаемо твабы новости то есть ждем банжи собрали пять тысяч пять тысяч долларов да соответственно тваб выйдет паранчика сегодня ну и также они выпустят майку связанную с твабом окей ладно на этом пока что видосик закончим спасибо всем за просмотр там потом если бы есть получится на днях еще по парочке тем пройдемся ну и ждем тваб все youtube всем спасибо за просмотр всем пока